Привет-привет! Спасибо большое за то, что вы смотрите это видео. Сегодня у меня для вас топ-10 самых необходимых вещей для летнего гардероба. На что стоит обратить внимание, что нам пригодится в этот жаркий период. Возможно, какие-то из этих вещей уже есть в вашем гардеробе, но в любом случае, по каждому пункту у меня есть такие мои стильные заметки. Я все это очень полезно прокомментирую, а в конце видео мы посмотрим с вами основные ошибки летнего гардероба. Если информация вам понравится, ставьте палец вверх, ну и, конечно же, присоединяйтесь, подписывайтесь на мой канал, потому что у меня здесь масса полезных, стильных, простых советов, которые очень легко адаптировать к нашей с вами реальной жизни. И вы знаете, что я абсолютно уверена, что стилю можно научиться. Сандали. На мой взгляд, очень интересный вариант обуви для летнего гардероба. И замечательно работают сандалии или, например, шлепки. Вместе с ними можно сделать массу интересных и таких необычных, нестандартных сочетаний. То есть, когда у вас, например, белая рубашка, классические брюки мужского стиля и сандали. То есть, казалось бы, когда по логике вещи, они там не нужны, но именно мы что-то такое добавляем своему образу нелогичное и сразу становится, в общем и целом, образ более таким интересным, более сложным. То есть, должна быть какая-то фишечка в обуви. Даже если это минималистичные, простые сандалии, может быть, черного цвета, то тогда не из простой такой матовой черной кожи, тогда может быть лаковые. Или может быть кожа под питона, может быть будет цвет, а может быть уже сандалии, они будут выполнены как-то так, не совсем обычно. То есть, как-то самодостаточно, чем-то будет украшенный или какой-то будет ремешок красивый. В общем, обращайте внимание на чуть более такие сложные варианты обуви. И не просто так начинаю это видео именно с обуви, потому что вижу огромное количество гардеробов и пробел в обуви. То есть, очень часто получается так, что обувь некрасивая и не самая современная. И нужна насмотренность. В этом смысле обязательно нужно зайти на какой-то крупный сайт и посмотреть, какая вообще сейчас обувь считается современной. Посмотреть именно отвлеченным глазом, потому что иногда бывает, что обувь дизайнеры делают слишком экстравагантную, слишком странную. Но именно посмотреть отвлеченно на форму обуви. Вот это очень важно. Сумка. В летнем гардеробе нам с вами обязательно пригодится какая-то такая альтернативная сумка. То есть, альтернативная сумка тем сумкам, которые уже у вас есть. И она может отличаться, например, или по форме, или по цвету, или даже по своему материалу. Но, опять же, все зависит от вашего персонального стиля и от вашего образа жизни. То есть, какое количество вещей вы носите на каждый день. Такой размер сумки у вас и должен быть. И аккуратнее с сумками слишком таких ярких, слишком ядовитых, слишком кислотных цветов. То есть, если яркая сумка, то яркая сумка чуть более шикарная, чуть более элегантная, чуть более глубокого, яркого цвета. Солнцезащитные очки. Конечно же, летом нам без них не обойтись, и в гардеробе они должны быть. И здесь есть вот какие моменты, на что стоит обратить внимание. Во-первых, конечно же, определиться с формой ваших очков, что подходит для вашего лица оптимально. То есть, по большому счету, будет ли это каплеобразная форма или круглые очки. То есть, такие какие-то очки, которые стремятся вниз. Или будет ли это форма, которая стремится, наоборот, наверх. То есть, так называемая кошачий глаз или иногда бабочка. Далее, очень важно определиться с размером. Будут ли это очки средние или крупные. Понятное дело, что сейчас в моде экстремально узкие очки, но мода модой. И мы все-таки говорим с вами больше о стиле. Я больше говорю о стиле. Но, тем не менее, если вы модница, конечно же, супер узкие очки. Если они опять же подходят вашему лицу, то как вариант могут быть. Но, если вы хотите очки, которые послужат вам несколько лет, то, конечно же, обращайте внимание больше на такие модели более классические, модели более вне времени. И далее, вы должны определиться с тем, как будут выполнены очки. То есть, какая будет оправа. Будет ли это пластик, будет ли это металл, или будет ли это совмещенный вариант. То есть, где есть и пластик, и металл. Опять же, что больше подходит вам, что отражает ваши вкусовые предпочтения. И, как последний момент, это цвет. То есть, будут ли ваши солнцезащитные очки в черной оправе, в коричневой, или в какой-то другой альтернативной. Опять же, на ваше усмотрение. Черная оправа и коричневая оправа – это классика, это базовые варианты. И, конечно же, летом коричневая оправа или оправа, так называемая, черепаховая, они очень хорошо работают. Очень хорошо летом работает вариант, когда линза, например, имеет деграде. То есть, от светлого к темному есть переход, может быть. А может быть и глухая линза. То есть, здесь, опять же, на ваше усмотрение, что больше нравится вам. Но очки – очень важный элемент, очень важная деталь гардероба, очень важный аксессуар. И, конечно же, я бы советовала бы инвестировать в эту небольшую деталь. Платья или юбки. То есть, я их объединила, потому что оба варианта позволяют нам открыть ноги. Но, конечно же, как не летом носить именно юбки и платья. И здесь, если мы говорим с вами про юбки, то можно создать чуть более сложный вариант образа на лето. То есть, есть низ, есть вверх. Вы знаете, что, на мой взгляд, такие варианты смотрятся сложнее. Можно поиграть с каким-то верхним элементом. Будет это топ, блуза, футболка и так далее, и тому подобное. Плюс низ – юбка может иметь интересную форму. Может быть, интересный цвет. А можно поиграть еще и с длиной. Ну, а что касается платья. Здесь бы я советовала выбирать платья такие уже самодостаточные. То есть, более сложные, более интересные. Скажем так, простое платье в стиле хлопковая майка, облегающая по фигуре еще и в полоску, не подойдет. Выглядит в городе слишком банально, слишком просто и даже некрасиво. То есть, платье должно иметь уже какой-то более сложный силуэт. И в этом смысле, конечно же, всегда, в принципе, в одежде в летней работают какие-то этнические мотивы. Обратите на них внимание. Рубашка. Ну, куда мы летом с вами без рубашки? То есть, рубашка – это, конечно же, отличный вариант, который работает. Здесь можно закатать красиво рукава, плечи закрыты, можно расстегнуть парочку пуговиц верхних. И рубашка обязательно должна быть прямого, современного кроя, которое даст вам нужный объем в верхней части тела. Не бойтесь его. Это выглядит намного лучше, чем приталенная рубашка. Ну, и опять же, здесь могут быть варианты от каких-то светлых тонов. Белые всегда работают. Может быть, будет какой-то принт, полоска, мелкие цветы на ваше усмотрение. И в качестве рубашки, естественно, более легкий материал, но не прозрачный. И обратите внимание на рубашки, у которых есть воротник-стойчка. Очень хорошо они смотрятся. То есть, это альтернатива обычным рубашкам с обычным воротничком. И, конечно же, такие варианты замечательно работают в летнем гардеробе, да и не только. И замечательно работают как самостоятельно, так и под одеждой. Например, под пиджаком или под кожаной куткой-косухой. Белая футболка очень пригодится нам с вами в летнем гардеробе. Именно футболка, не майка. То есть, всегда хорошо, когда у нас с вами летом все же закрыты плечи. Это нас спасает и от солнечных лучей. Именно поэтому советую, опять же, иметь рубашку. Она очень хорошо работает. Но и белая футболка. То есть, это обязательный элемент любого гардероба, женского. Я абсолютно верю в белую футболку. Именно в белую, потому что это все-таки первый нижний слой. Она лучше работает под другой одеждой, например. И современная белая футболка, опять же, чуть более прямого кроя. Она замечательно работает и самостоятельно. И когда, например, у нас в нижней части тела появляется какой-то очень сложный элемент, то есть, белая футболка, она способна выдержать именно баланс. То есть, немножко этот сложный элемент притушить и, в общем и целом, сделать образ более стильным и более современным. Например, если у вас внизу брюки с принтом или юбка с принтом, то лучшая подруга для таких чуть более сложных и интересных вещей, это, конечно же, белая футболка. Купальник. Очень важный элемент летнего гардероба, период отпусков, то есть, выездов на море, на озеро, на реку. И, конечно же, в этом смысле ваш купальник должен быть вашим другом. Это немного как с нижним бельем. То есть, купальник, он не должен вас подвести, должен идеально сидеть на вашей фигуре. И у меня на канале есть отдельное видео о том, как выбрать для себя купальник, на какие модели стоит обратить внимание. Если вы вдруг пропустили, обязательно посмотрите. Ну и, конечно же, на мой взгляд, купальник это тоже та статья расходов. Тот небольшой элемент, вроде как что-то такое незаметное, но должно быть качественным. То есть, тот элемент, в который я бы инвестировала. Также летом нам с вами пригодится верхняя одежда. Естественно, она более облегченная, то есть, другие ткани, хлопок, лен, она без подклада. И, как вариант, это может быть хлопковая куртка, и очень хорошо работают такие куртки в стиле сафари, например. Может быть, джинсовая куртка, а может быть, какой-то такой облегченный пиджак. Почему нет? Летний пиджак, замечательный вариант. Я абсолютно за пиджаки, очень их люблю. И, конечно же, летом они тоже работают. Опять же, в качестве цветовой гаммы может быть что-то более светлое. Хотя это тоже уже давно не правило. То, что летом мы носим более светлые цвета, зимой более темные. Все смешалось. Мы с вами носим, в принципе, любые цвета круглый год. И летом можно позволить себе носить и черный цвет. Нет в этом ничего страшного. Здесь только ваши личные вкусовые предпочтения. Ну и, конечно же, летом нам пригодятся джинсы или брюки. Если мы с вами говорим про джинсы, то светлый дыни им очень хорошо работает. Очень хорошо работают белые джинсы. Намного лучше, чем светло-серые, например. Что касается брюк, здесь может быть разнообразие. То есть брюки могут быть совершенно разные по составу. Это может быть и хлопок, и шелк, и лен. И, конечно же, разнообразие по цвету. Может быть, это будут какие-то яркие брюки. А может быть, и более светлая гамма. А может быть, чуть более темная или средняя, например, хаки. Что касается ошибок, то есть переходим к ошибкам. Самые распространенные ошибки летнего гардероба. Это на первом месте нижнее белье, которое просвечивает, и еще которое подобрано неверным способом. Например, у вас белые джинсы и черное нижнее белье, которое просто светится и очень сильно заметно. И, конечно же, стиля не получается. То есть помните о том, что под белую одежду мы с вами надеваем бежевое нижнее белье. В некоторых случаях это бывает, что белая рубашка и черный бюстгальтер. Но это уже такие личные вкусовые предпочтения. Кто-то считает, что это допустимо. Для кого-то это абсолютно недопустимо. Здесь каждая женщина решает за себя. Откуда этот черный бюстгальтер появился под белой рубашкой? То есть это французская история и такой своеобразный протест. То есть когда мы идем против правил. Если вы не хотите попасть в просак с белыми вещами, то есть с белой одеждой, брюки, это шорты, платья, юбки, топы, бежевое белье вас никогда не подведет. То есть оно незаметно под белой одеждой. И опять же именно бежевое белье, не белое, белое нижнее белье под белой одеждой, оно светится. То есть так же, как и черное. Поэтому бежевое нижнее белье это оптимальный вариант и обращайте внимание на размер вашего белья. То есть опять же, ваше нижнее белье должно быть идеально подобрано по размеру, соответствовать именно вашему размеру. И второй момент, самый распространенный, это, конечно же, прозрачность ваших вещей. То есть лето, это такой период времени года, когда вещи на виду. То есть на нас, в принципе, не так много одежды. Это какой-то низ, какой-то верх. Может быть, только платье, то есть самостоятельная вещь. Редко мы с вами носим все-таки, может быть, какую-то длинную одежду. Чаще, если это и верхняя одежда, то она более короткая. Поэтому прозрачность вещей, это очень важно. Как только у нас в гардеробе с вами полупрозрачные вещи, с ними всегда сложно. Как только просвечивает тело, всегда выглядит плохо. Редкий случай, когда это работает. Поэтому обращайте внимание на плотность материала. Это очень важно. Ну вот, такие вот советы на сегодня. Надеюсь, они вам понравились и, возможно, пригодятся. И я вам желаю учиться обращать внимание именно на нюансы, на детали. Потому что стиль, он в деталях. И в этом вся разница. И, конечно же, большое спасибо за все-все-все ваши комментарии, за личные письма и сообщения, которые вы мне оставляете. Это очень трогательно. И я знаю, что мои советы работают. И я очень рада, что у вас происходят изменения в лучшую сторону. И вы получаете комплименты от ваших близких. Это супер приятно. И это самая большая награда за весь тот труд. Я два года на канале. И это меня вдохновляет двигаться дальше. Спасибо вам большое за ваше доверие. И, конечно же, спасибо за то, что вы посмотрели это видео. Мы с вами увидимся, как обычно, в следующую субботу. Всем желаю отличного настроения. Всех целую, всех обнимаю. И пока-пока.